Продолжение следует... Что нам нужно действительно делать? Нужно оценить, в каких координатах сегодня мы находимся в мире, но и на территории Российской Федерации. Даты 8 декабря есть преступное подписание соглашения годовщина тремя государственными преступниками против воли народов, которая была выражена на референдуме 17 марта 1991 года. 12 декабря принятие Конституции Российской Федерации через референдум, где большинство народного голосования, этот вариант Конституции не получил. Но вместе с тем все эти вот программы, они были проделаны для того, чтобы якобы народ российский должен жить лучше, красивее, благосостояние должно повышаться, а Россия должна все выше и выше подниматься мировой цивилизацией и выровняться с развитыми странами. Но вот итоги 28 прошедших лет говорят совершенно об обратном. Та самая РСФСР, которая якобы имела застойную экономику, развивалась ежегодно 4% прироста. Если 90-й, 91-й год сегодня по 4% проиндексировать, то получается, что в этом году нынешняя Россия должна бы иметь 300%. То есть потенциал производственной Российской Федерации при застойных 4% должен был бы увеличиться в 3 раза. А что мы имеем на сегодня? Сегодня производство потенциала Российской Федерации к производственному потенциалу РСФСР 1990 года составляет 78%. Вот если бы 2030 году, а задача нашего правительства состоит в том, чтобы доказать, что нынешняя Россия лучше, чем виртуальный РСФСР, который не обеспечивал якобы права человека, не обеспечивал благосостояние, нам нужно бы уже выйти на уровень 480%. Чтобы от 300% нынешних 78% продвинуться к 480%, нужно ежегодный прирост за последующие 10 лет, с 2020 по 2030, обеспечить где-то 17-18% ежегодно. Мы, безусловно, не можем и не имеем такой потенциал. Правительство принимает решение развить инвестиционные проекты и программы, принять новый инвестиционный кодекс, который, по сути дела, хочет привлечь всесторонне частный капитал. Притом не государственный капитал вложения, не бюджетные деньги. Именно через частный капитал правительство хочет решить все инвестиционные программы, которые обозначены в национальных проектах, где там есть как раз конкретные цифры. К сожалению, вот вчера мы обсуждали эти 4 законопроекта по защите и поддержке инвестиций и капитал вложения, а затем изменение бюджетный кодекс, налоговый кодекс и упразднение всех тех самых ныне действующих инвестиционных законов, которые якобы будут мешать правительству дальше работать. Мы, фракция КПРФ, первым в стене не поддержали, потому что это не соответствует той самой концепции программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни». Дума действительно сейчас рассматривает закон о поощрении и защите инвестиций. Закон, в общем-то, долгожданно. Его ждал и бизнес, и экономика Российской Федерации, и иностранные инвесторы, потому что защиты инвестиций у нас нет, поэтому и к нам не идут инвесторы, и наша инвестиционная активность, ну, надо сказать, почти на нуле. Правительство вынесло такой законопроект. Однако закон, можно сказать, пустой. Ну, во-первых, он пестрит отсылочными нормами на несуществующие нормативные акты. А этих нормативных актов вместе с законом правительство должно было представить более 10, но, к сожалению, даже концептуально не представлено ничего. Мало того, в Комитете по экономическому развитию, где рассматривался этот законопроект, еще 16 огрехов нашли, и теперь комитет уже должен исправлять те вещи, которые необдуманно были разработаны правительством. Но самое главное, что этот закон недоработан, и, в общем-то, в таком виде его принимать было нельзя. Там такие опусы. Ну, допустим, этот закон регулирует и отношения с иностранными инвесторами. Но кто такие иностранные инвесторы? Оказывается, к иностранным инвесторам закон относит и граждан России, имеющие двойное гражданство, и находящиеся под инвестиционным контролем других государств. Ну, если это иностранные инвесторы, то поздравляем правительство с такой формулировкой. Кроме того, инвестиции, которые должны вкладывать в бюджеты всех уровней, ну, градируются так, что примерно где-то от 300 миллионов до миллиарда должны вкладывать в поддержку инвестиционной активности муниципальные образования и субъекты Российской Федерации, и в том числе в экономику до 25 миллиардов. Хотел бы я найти такие регионы, которые способны такие деньги вкладывать в качестве поощрения инвестиционной активности. Вы меня извините, у нас везде минимальные бюджеты, что в муниципальных образованиях, что в городах, и такую помощь инвесторам оказать, ну, ей-богу, может только Москва. Кроме того, общий бюджет этих проектов инвестиционных, ну, варьируется так. Один миллиард, допустим, это на бюджетную сферу, семь миллиардов это на сельское хозяйство, и 25 миллиардов это на экономику. Вы знаете, у нас таких инвесторов нет. На кого рассчитан этот закон, кто будет вкладывать? Вот вчера, когда при обсуждении выступали, многие говорят, что у нас в области таких инвесторов нет, кто мог бы 25 вложить, а тем более там 500 миллиардов есть такая цифра. При этом, ну, докладчики даже и не смогли ответить на этот вопрос. Они сказали, что мы подредактируем этот вопрос. А редактировать надо так, чтобы не только крупные олигархи участвовали в инвестиционных проектах, но и малый и средний бизнес. Потому что к малому и среднему относятся у нас сегодня довольно крупные предприятия, просто они зачахли вот на этой инвестиционной неактивности. Ну и кроме того, у нас существуют особые экономические зоны, у которых особый уклад налогообложения. У нас существуют территории, опережающего социально-экономического развития, где определенный налоговый режим. А вот как сегодня координироваться будут все эти законы? Закон об оказании и защите инвестиций и в том числе закон о территориях опережающего развития. И здесь налоговые льготы, и здесь налоговые льготы. Как они будут суммироваться или наоборот вычитаться? Вот об этом закон ничего не говорит. Поэтому закон требует колоссальной доработки. И вот в таком сыром варианте, конечно, его принимать нельзя было, потому что, вообще-то говоря, надо будет изменять концептуальные положения, потому что в таком виде этот закон больше навредит, чем окажет помощь нашему инвестиционному климату. Но я думаю, ко второму чтению будем участвовать все в разработке этого закона. Я хочу сказать, что он действительно нужен, но он нужен с той точки зрения, чтобы он помог инвесторам и инвестиционной активности в нашей стране, для того, чтобы действительно строились заводы, фабрики, чтобы мы производили те продукты, которые призваны были по программе импортозамещения. К сожалению, сегодня вот эта инвестиционная нулевая активность, она не дает возможности это сделать. Но будем надеяться на лучшее. Я хотел бы, если есть время, добавить. Вот этот как раз инвестиционный закон прежде всего предполагает источники стабильности, гарантии, сохранности обеспечить за счет регионов, их региональных бюджетов. Потому что речь идет о том, что федеральный налог косвенный, НДС там не упоминается, то есть НДС может меняться, а не могут меняться нормы как раз налога на прибыль, налога транспортного, налога на имущество, налог на землю. Это все местный региональный налог. И самое главное, раз это касается самих регионов, согласно первой части налогового кодекса, это является предметом совместного ведения. То есть регионы еще должны дать свое полное согласие. И там есть порядок, который говорит о том, что если более 1 трети регионов выскажутся против, тогда данный законопроект принять нельзя. Вот на этот раз согласие только дали, там от комитета по бюджету выступал представитель, он сказал, что на сегодня 34, по-моему, если я не буду то есть. 34 региона дали согласие, а речь идет о том, чтобы официально законным методом были бы оформлены согласие не менее 2 трети регионов, от 85 это по крайней мере где-то 45 регионов, я так понимаю. Или даже больше? 45. Даже больше, нет, не 45, больше. 85 делить на 3, 20. Ну, мне ничего не нравится. Получается, где-то более 50 регионов должно дать согласие. К сожалению, сегодня такого согласия нет. Ну и с третьей стороны, там сроки на 20 лет. Вот представьте себе, на 20 лет, чтобы сохранить полностью норму в нашей стране, вот за все годы, 28 лет нынешнего политического режима, разве это, в общем-то, можно подумать и решить. Я уверен, что никто в сегодняшнем состоянии, вот динамика мирового процесса, динамика наших внутренних процессов, на 20 лет сохранить какие-то нормы совершенно невозможно. Вот представим себе, пройдут выборы в Государственную Думу, победят оппозиционные силы, они, безусловно, будут пересматривать многие законодательства, которые сегодня действуют. И в конечном итоге этот закон, опять он, не может дать гарантии. Гарантии может дать только развитие производственного потенциала страны. Я вот сказал, что была бы РСЦР. Мы сегодня имели бы 300% к 90-му году уровню. Сегодня имеем 78%. А отсюда самая главная, в общем-то, задача. Сменить экономический курс, принять ту самую программу экономической социального развития, которая действительно обеспечит развитие. А для этого вместе должны быть все политические силы и, собственно, собственники всех форм собственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова